добрый день дорогие друзья салам алейкум из казахстана на сегодняшний ролик меня сподвигло неординарная такая будем так говорить ситуация ну для меня ординарная для вас она может показаться неординарной ситуация и все-таки очень хочется разобраться по справедливости расставить точки над и и расставить точки над и по поводу вот таких вот зарядных устройств китайских хочется разобраться в том нет я то уже давным-давно разобрался просто хочу внести ясность свою позицию и свои вывод сделать свои выводы по именно вот таким зарядным устройством и постараюсь это все показать вам наглядно и продемонстрировать значит мы имеем вот такой аккумулятор эксклюзив батарейка девятнадцатого года и вот в таком состоянии она приехала ко мне на обслуживание значит приехала полностью обсушенная так только постараемся вспышку включить была полностью обсушенная залил по 400 по 400 миллилитров воды в каждую банку для того чтобы накормить напоить эту батарейку и после этого проработал с этой батарейкой сутки именно на вот таком зарядном устройстве напряжение дошло до 14 6 вольт и ток остановился на отметке 3 6 ампера и в течение где-то пяти шести часов не напряжение не только не двигались ни в одну не в другую сторону так давайте-ка я сейчас давайте вместе с вами замерим плотность сейчас сгоняю за реалит и за сутки за сутки у нас выросла плотность до 122 видно 122 практически по всем банкам может быть в одну точку расхождение разброс 122 давайте все банки замерим так что хочу сказать по эксплуатации этой батареи батарейка 122 122 121 122 и 122 и первая баночка также 122 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 132 122 145 141 144 154 155 155 171 156 вольта при всем при этом вот батареи это батарея на его четыре года вообще не обслуживалась абсолютно обсохла и это не первая батарея которую с того предприятия у них там стоит порядка четырех или пяти таких зарядных устройств инверторов и батареи на резервном питании различного типа значит одну тюменскую батарею мы списали это было в прошлом году привозили один эксклюзив ровесник этой батарейки но тот эксклюзив также был обсохший но обсушке гораздо меньше я в ту батарею по моему по 250 миллилитров каждую баночку залив и батарею удалось вытащить с этой батареи у нас вот такая ситуация на три процента у нас посоху 98 процентов батарейка заряжена батарейка отстоялась 15-16 часов и нрц как бы у нас в норме но сразу хочу сказать что вот эти вот просушки обсушки они бесследно и даром не проходят причем при этом батарейка как бы у нас перерыва со светом нету просто батарея стоит на буферном режиме и вот за счет того что она обсуха покрылась она покрылась коросты не двуокиси свинца как положительных пластин ах это обмазка а просто оксид свинца от контакта с воздухом и как видим вот такой результат я не просто хочу не хочу обхаять ни в коем случае это зарядное устройство в определенных ситуациях она работает вот рядышком у нас тоже с той же бригады с той же конторы еще одна батарея кайнар но батарейка у нас 22 года 289 22 года вот в таком состоянии она прибыла 73 посоху так 76 процентов заряда и плотность было 125 125 при всем при том что был минимальный уровень электролита сдалил сюда я по 200 миллилитров водички плотность у нас после нашей работы вот как видим 129 не видим вот сейчас видим 129 почти 130 но это заводская плотность то плотность которая с которой батарея приходит с завода и давайте посмотрим на показатели этой батареи заряжались обе батареи на однотипном устройстве вот так вот это батарейка у нас 1250 вот такие показатели 93 процента посоху батарея полностью заряжена 1207 ампер батарея выдает и нрц 1285 вот с этой батареи стоил бы еще наверное немножко поработать потому что я с ней поработаю еще слегка не такое ощущение что нам нужно добавить еще водички и сделать еще один до заряд основным зарядом я к чему я делаю это сравнение делаю это сравнение к тому что обе батарейки то работали на практически одинаковых устройств название здесь разные но алгоритм и принцип работы у этих зарядников один и тот же значит здесь мы видим если не прекрасный то отличный результат батарейка поставлена на ход здесь мы видим отвратительную ситуацию как батарея она не будет работать батареи абсолютно нет никакой емкости и никаких пусковых показателей поэтому говорить о том что это хорошее устройство или плохое устройство но ребята это было бы некорректно и некрасиво пишут в комментариях есть у меня ролик по этим зарядным устройством есть у меня ролик и ну чё ты там чешешь дядьки у меня ситуация отличная все нормально все хорошо все великолепно пользуюсь постоянно этим устройством да если у вас такая незамызганная незатасканная батарея разговору нет достаточно вот этих 14 7 14 8 вольт которые на выходе выдает это зарядное устройство и батарея приводится в полный порядок сейчас мы с этой батарейкой та батарейка которая показала нам 3 процента посох поработаем еще с этим зарядным свойством но работать будем немножко не в том режиме как обычно проделаем небольшой эксперимент так чё у нас 12 6 вольт маленькая на цену собственно и плодность нам подсказывает говорит о том что хороших показателей по нрц нам не видать как своих ушей так сейчас минуточку так ну что будем работать вот таком режиме подключил лампочку многие говорят что очень полезен такой импульсный зарядно-разрядный режим заряда ну давайте попробуем экспериментировать это на вот этом зарядном устройстве так подключаем сеть ехала и переводим в режим режим она не хочет переходить так ну-ка здрасте заходите лесу и солнце о о не не появился плюс-минус сейчас я посмотрю рабочие все я лишний хотел по убирать на ну что вот в таком режиме попробуем время плюс 211 немножко отвлекли меня значит вот этот режим ремонта в этом режиме ремонта это зарядное устройство выдает до 14 7 вольт на напряжение у нас и выдает очень короткими импульсами мое сугубо личное мнение что это чисто маркетинговый ход никакого ремонта не происходит но давайте посмотрим давайте поглядим и убедимся в этом ну или не убедимся в этом наглядно так ну-ка чего нас лампочки показывает видно что импульсы идут видно да он ярче тише и буквально в полсекунды наверное этот импульс проходит давайте поработаем пару часиков сделаем замер и будем думать как нам двигаться дальше в каком направлении ну что полчаса дрочим эту батарейку и видим вот по напряжению что мы видим максимальное значение 14 0 1 минимальная 13 6 вольт и максимальный ток до 7 ампер подскакивает в режиме импульса ну отнимаем 1 и 2 ампера на лампочку где-то 6 ампер у нас ориентировочный импульс к сожалению точно нельзя это сделать здесь он не фиксируется ток ну что с таком режиме давайте поработаем часика 34 и посмотрим динамику если за 34 часа не 34 а 34 часа у нас будет какой-то какой-никакой положительный результат значит работу продолжим если никакого абсолютно результата не будет то вот это дрочила мы прекратим и продолжим работу немножко в другом режиме попытаемся эту батарейку все-таки немножко расшевелить хотя бы на первое время пока та контора не приобрела новую батарейку хотя в хотя хотя блять по большому счету я сомневаюсь что с ней с этой батареи уже что-либо получится батарея износ износа угандошины будем так говорить угандошины не вниманием к себе и халатностью побольше по большей частью халатностью так ну что показываем с другими пациентами этот пусть пусть работает ну вот друзья спустя час мы видим что импульсы начали долетать где-то примерно 14 3 вольта 14 28 27 да в районе 14 3 вольта потихонечку батарейка в таком режиме начинает разгоняться так ну в эту в эту батарейку долил по 100 миллилитров воды хочу сообщить вам приятную новость наконец-то уэврайт услышал мои молитвы и начал выпускать в продажу воду в 20 литровых канистрах возможно даже если в 30 литровых но мне не попадалось такая вода беру уже пятую канистру очень удобно и намного бюджетнее дешевле ну выигрыш с 20 литров я имею где-то порядка 1200 тенге на рубли это сколько там 200 ну грубо говоря 240 рублей до ну пачка сигарет хороших тоже на дороге не валяются так что для меня это намного удобней дать сразу 20 литровых канистр но так незаметно пролетела почти пять часов время у нас половина четвертого и что мы видим на амперметре амперметр 6 ампер с копейками у нас показывает напруга 14 да в районе 14 и 3 и основной показатель это у нас плотность так плотность у нас реально выросла плотность 124 блин сдох аккумулятор у меня на телефоне очень быстро вздыхает нужно менять телефон так плотность 124 так теперь давайте наверное мы сделаем замер сделаем замер тестером и так отключаем лампочку отключаем зарядник накидываем наш конвей и и выбираем 1200 ампер абсолютно те же самые показатели результата никакого с этой батареи не будет сопротивление увеличена в 6 раз то есть не 2 с копейками миллиома а 12 28 то есть такая батарея в любом случае у нас ничего с ней не произойдет толку никакого не будет при всем при том что начала расти плотность подниматься ну давайте вытащим плотность плотность вытаскивать мы будем другим способом и методом и лишний раз убедимся что такая батарея в таком состоянии работать у нас уже не будет и так подключаем нашего выпилочка нашего выпилочка это эту работу я делать бы не стал чисто так для расширения кругозора своих подписчиков которые еще верят какие-то чудеса так 13 24 выставим 17 вольт и выставим 7 ампер давайте 8 с половиной подключаем зарядник скидываем до 8 ампер пойдет вот такие у нас гараж гаражники сказать что он на нем нанюхался электролита я так сказать не могу ко мне он не заходил но что-то он перри перенюхал так вот только пять начал расти и сбросим так так время 10 минут пятого давайте парочку часов поработаем с этой батареей и постараемся расставить точки над ее и так друзья время пол седьмого пора перейти одевать колготки давайте замерим плотность вот такие параметры выпил у нас вытащил 15 2 вольта было 15 3 на 8 амперах падение в одну в одно деление то есть так плотность у нас 1,23 24 вот эта баночка мне сразу не понравилась поэтому стоит вопросик и здесь у нас в этой баночке 1,25 1,25 да 1,25 уверенных как я уже говорил батарея батарея у нас имеет такие параметры с которыми работать не стоит сейчас мы после дозаряда сделаем проверочку посмотрим в какую сторону если при передвижении на улучшение этой батареи эти батареи работают как источник бесперебойного питания то есть ну резервное питание так скажем для насосов выкотельной так 1200 4 на целый процент у нас появилось улучшение 242 ампера у нас пусковой ток и сопротивление 1143 работать с этой батареей я не вижу ни и никакого смысла девов с этой батареи у нас не будет ну что хочу сказать по итогу ролика наглядно продемонстрировал пример того когда не нужно тратить свое драгоценное время и звонить клиенту пусть он забирает сдают эту батарею в следующий раз вот эти пробки они предназначены для того чтобы их иногда откручивать и я надеюсь что клиенту будет какая-то наука что нельзя доводить батарейки до полного обсыхания результат результат результата нет ну отрицательный результат тоже является результатом поэтому вот как-то так а ну ради интереса давайте вот эту проверим она еще стоит у нас на буфере ну прямо после доливочки воды и после буферного до заряда вернее был до заряд основным зарядом до 14 вольт и зарядник перешел у нас буфер посмотрим на некорректный замер батарейки нужно дать отстояться отдавать я буду ее завтра 96 ну незначительное улучшение мы имеем думаю что после отстоя как устаканится у нас нрц так кстати давайте замерим плотность 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 1,27 1,27 до утра плотность будет у нас 1,28 что и требуется доказать батарейка уйдет на свою котельную так ну на этом друзья такой сумбурный незапланированный ролик я считаю что у нас закончился мы подошли к его завершению всем хочу пожелать здоровья удачи благополучия всего самого наилучшего у меня все нормально света поселилась я надеюсь что она поселилась у меня в гараже теперь надолго проблем пока проблемы еще небольшие есть юридические идет переоформление кооператива но думаю что мы их тоже решим победим все будет нормально планирую сделать стрим в ближайшее время не было желания снимать ролики потому как была борьба была борьба за выживание вот даже лежит у нас баннер который вешали на собрание теперь он будет у меня как подкладка прокладки под аккумуляторы грязные 30 было собрание 14 октября и кое-какие результаты у нас уже кое-каких результатов мы добились ну что друзья всем добра удачи еще раз надеюсь ближайшее время выйти на стрим обсудим межсезонное обслуживание батарей готовьте свои вопросы ждите стрима постараюсь ответить на все вопросы ну и самое главное берегите свои батареи всем пока